Привет всем! Меня зовут Катя Соловей, я из России, но последние 10 лет я живу в мандолинной столице Германии, городе Вуберталь. Я родилась в семье музыкантов и уже 7 лет я пошла в музыкальную школу. Выбор пал на Домбру, так как моя мама тоже домристка. Домбра это русский народный инструмент, похожий на мандолину. И когда я была в третьем классе, к нам в город приехал Ясуу Кувахара концерта. Это был первый раз, когда я слышала мандолину. И после концерта по дороге домой я сказала родителям, что на Домбре я больше играть не буду, я меняю ее на мандолину. И только намного позже, когда мне было 17, мне и моей сестре выпала возможность ездить на конкурс Виве Вивальди в Америку. И для этого конкурса я выучила свое первое произведение на мандолине. Это соль-мажорный концерт Вивальд для двух мандолин. И, конечно, после этого с мандолиной я больше не расставала. Сейчас я являюсь участницей трио 61 Strings. Это Яна Мандолини, Меган Хабиби на гитаре и Констанция Куз на арфе. И буквально неделю назад у нас вышел наш первый дебютный альбом. Его можно послушать в Spotify или Apple Music или заказать для себя в свою музыкальную коллекцию. Вопрос про записи очень сложный, так как их очень много. Ну, может быть, первый мандолин-диск, который я купила в далеком 2006 году, это был диск Дуэта Джиакондо, это Катерина Лихтенберг и Мирко Шрада. И тогда я слушала его, наверное, тысячу раз, прислушиваясь к каждой ноте и мечтая когда-нибудь играть так же. На концертах с трио мы играем очень разнообразную музыку от раннего барокко до современной классической музыки. Сейчас, пользуясь большим количеством свободного времени дома, я делаю для нас переложение фантазии поэтика Рафаэля Калачи, так как хочется добавить немножко оригинального мандолинного репертуара в нашу программу. Рафаэля Калачи Не на концертах для себя, так сказать. Я немного увлекаюсь бразильской музыкой, так как я большой фанат Хамильтона в Иоланда. Возможно, когда-нибудь я смогу ее играть и на сцене тоже. Как говорят в Германии, «Üбунг macht den Meister». Всем хотелось бы сказать, играйте на мандолине, играйте как можно больше, так как это замечательный инструмент с прекрасным звуком и огромными возможностями. Из своего личного опыта могу заметить, что любая публика, даже в первый раз услышав мандолину на концерте, влюбляется в нее навсегда. И спасибо, Фавика, лучше, что пригласил меня. Чао! Субтитры создавал DimaTorzok